Здравствуйте ребята! Мы продолжаем разговор о раннем возрождении. Тема нашего сегодняшнего урока жизнь и творчество Донателло, гениального скульптора эпохи итальянского ренессанса. Он родился во Флоренции в семье богатого чесальщика шерсти, учился в мастерской живописца и скульптора. Для окончания своего художественного образования ездил в Рим вместе с известным архитектором Брунелески. Их учителем был Лоренцо Гиберти. Эти трое дружили всю жизнь. Один из родоначальников искусства раннего возрождения. Очень знаменит, любим народом. Донателло это уменьшительно ласкательное от Доната. Он был скромным человеком, жил просто и бескорыстно. Неизвестно, была ли у Донателло семья. О личной жизни мастера практически ничего нет, никаких сведений. После его смерти горожанами было принято решение тщательнейшим образом оберегать его скульптуры и не давать вывозить из Флоренции. Одной из первых работ Донателло стал Горельеф, изображающий Благовещение. Повторите, что такое Горельеф? После возвращения из Рима Донателло начала работать над многочисленными заказами во Флоренции, поступавшими от аристократов, банкиров, даже от самого Казима Медичи. Его работы потрясали современников. Это первая дошедшая работа скульптора, достоверная работа скульптора, дошедшая до нас. По заказу цеха оружейников скульптора работает над статуей Святого Георгия. Иногда ребята спрашивают, почему такая маленькая голова на длинной шее? Это тип флорентийской красоты. Традиционно Святого Георгия было принято изображать на коне, с копьем в руках, когда отважный воин пронзает дракона или змея. У Донателло молодой и прекрасный святой запечатлен в момент спокойствия, осознания собственной победы. Он стоя опирается на щит и уверенно смотрит вперед. Статуи пророков. Следующим шедевром Донателло стало надгробие для гробницы папы Иоанна XXIII. Надгробие стало образцом для последователей. В 20-е годы художник вернулся к технике бронзового литья. Борельеф пер Ирода. Царю Ироду на подносе приносят отрубленную голову Иоанна Крестителя. Вершиной творчества Донателло в технике бронзового литья считается, отлитая им вторая статуя Давида. Победитель Голиафа изображен в расцвете молодости и славы. Это юноша в пастушеской шапке, полностью обнаженный, стоит, поставив ногу на голову поверженного великана. Значение Донателло в том, что он возродил античную традицию круглой скульптуры после тысячи лет средневековья. Рельеф Донателло. Вознесение на небо. В 1444 году был призван в Падую для отлития из бронзы конной статую кондотьера Венецианской республики Гаттамилаты. Кондотьер – это руководитель военного отряда. Падуанский период стал наивысшей точкой в творчестве Донателло. Местоположение статуи не изменилось. На протяжении нескольких веков она находится прямо перед собором Святого Антония. Донателло не хотели отпускать из Падуи. Мастера просто завалили заказами только для того, чтобы он никуда не уехал. Но он не мог жить без своей любимой Флоренции. Памятник Гаттамилати. Бюсты. Донателло очень много работал. Продолжал работать до глубокой старости. Имел несколько мастерских, несколько сотен учеников. Он брался за любые заказы, даже очень незначительные и мелкие. Но не деньги мастера интересовали. Он обожал творить. Интересно, что все вырученные средства он держал в подвесной корзине в своей мастерской. И каждый ученик мастера мог взять оттуда ровно столько, сколько ему было нужно. Начиная с 1953 года он проживал в родной Флоренции. По-видимому, тяжело болел. Грустное настроение отразилось на его работах. Правитель Флоренции подарил ему имение, дорогие одежды. Донателло отказался. Они слишком для меня хороши. Статуя Донателло Мария Магдалина. Святую всегда изображали молодой. В обществе Иисуса Христа, скорбящий о его кончине, либо радующийся вознесению Господню. Донателло создал образ Марии в преклонных годах, показав ее уставшей, изможденной. Бронзовая группа Юдив и Алаферн. Одна из последних работ мастера. Умер в 1466 году и погребен с большими почестями в церкви стал Лоренцо, украшенной его работами. Значение работ Донателло запишите в тетрадь. Еще интересные факты из жизни Донателло. Домашняя работа. Письменно ответьте на вопрос, как связана красота и польза. Минимальный объем полстраницы, максимальный одна страница. Ответы присылайте через сетевой город или электронную почту. И еще отт stream植조 patience.